для этого рецепта я беру одну крупную луковицу. лук нарезаю достаточно мелко. разогреваю сковороду. добавляю сюда 10-15 граммов сливочного масла и высыпаю лук на сковороду. лук пассерую, помешивая, до прозрачного состояния. дальше возьмем половину сладкого болгарского перца или даже меньше, так как у меня он крупный. перец, как и лук, нарезаю мелко. перец отправляю к луку. и еще минуту пассерую их вместе. еще один овощ я порежу. это некрупный помидор. измельченные помидоры также отправляются на сковороду. теперь эти замечательные овощи со сливочным ароматом посолим по вкусу. у меня это четверть чайной ложки соли. также добавим щепотку черного молотого перца. снова перемешаем. на плите убавим до минимального и оставим овощи тушиться пока под крышкой. пока овощи тушатся в сковороде, я беру 3 яйца. посмотрите, правда эта яичная композиция получилась похожей на улыбку. к этой яичной улыбке добавляю маленькую щепотку черного молотого перца. щепотку соли и пол чайной ложки сухого укропа или другой зелени по вашему вкусу. яйца немного взбиваю до однородного состояния. сковороду помещаю на небольшой огонь. кладу небольшой кусочек масла сливочного, граммов 7. выливаю яйца на сковороду. чтобы яичница готовилась равномернее, прикрываю ее крышкой. как только наша очень нежная и очень ароматная яичница уплотнилась сверху, то есть стала готовой, я убираю крышку и выключаю огонь до минимального или совсем его выключаю. сверху на половину яичницы я выкладываю тушеные овощи. немножечко распределяю. также чтобы завтрак, ужин или плотный перекус был еще сытнее и вкуснее я потру небольшой кусочек сыра. здесь 40 граммов, но можно взять по своему вкусу больше или меньше, как вы желаете. потертым сыром посыпаю овощи сверху. аромат у нашего блюда превосходно аппетитный. второй пустой половиной яичницы прикрываю первую часть. теперь можно прикрыть сковороду крышкой на какую-то минуту-две, чтобы сыр побыстрее расплавился. я надеюсь, что это очень вкусное и вместе с тем простое в приготовлении блюдо разнообразит ваше меню. готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. ставьте лайк под видео и пишите свое мнение в комментариях. оно для меня очень важно. ну а главное конечно же будьте здоровы, всем мирного неба, радости, только хороших новостей. и как всегда до встречи в следующем вкусном видео.